Всем привет! К сожалению, Эрик заболел, так что на этот раз о последних новостях киберспорта вам расскажу я. В этом выпуске мы поговорим о финалах Голд Сириес, результатах ВЦА, а также о новых турнирах. Триумфально закончился второй сезон Голд Сириес. Триумфально, но не для победителей всех предыдущих финалов Лиги игроков Na'Vi. Впервые в истории чемпионами стали не они. Главный кубок и чек на 55 тысяч долларов забрали Юнити. По ходу всего турнира ребята показывали мощную игру и победили вполне заслуженно. Бронза досталась Майнд, а новички Виплей пришли четвертыми. О том, как все прошло, смотрите в наших отчетных роликах. Впрочем, говорит, что эра Na'Vi закончилась пока рано. Впереди новый сезон, в котором грядут большие изменения. О том, каким путем идет танковый киберспорт, нам рассказал Алексей Кузнецов. Мы провели тестовые турниры с ведущими киберспортсменами. Оценили их отзывы и приняли ряд важных решений. Лигу ждут серьезные изменения, поэтому новый сезон стартует в декабре. Теперь все матчи будут проходить в новом игровом режиме — атака, оборона. Фактически это штурм с двумя базами. Это избавит нас от пассивной игры и заставит команды действовать активно. Бои станут гораздо зрелищнее. Подробности будут позже. На сайте Лии. Практически одновременно с московским финалом Голд Сириас в китайском Инчуане прошли интернациональные соревнования под знаком ВЦА — идейным наследником ВЦГ. В честь русского кластера отстаивали некогда грозная игра. Несмотря на все трудности, команда Нурегре выступила достойно — второе место из восьми. Ну а первыми стали корейцы из Ореты, которые в очередной раз подтвердили звание лучшей команды Азии. Фото и видео можно посмотреть на сайте. Ссылка в описании. Хорошие новости от ESL. Лига анонсировала новую серию ежедневных турниров Golden Format Cup. Каждый день на соревнованиях разыгрывается 30 тысяч игрового золота. А главная особенность кубка — его регламент, который заточен специально для непрофессиональных команд. Все подробности на сайте. Ссылка в описании. Объявлена регистрация на турнир Goodline Open. Подать заявку можно до 17 октября. Финал соревнований пройдет в городе Новокузнецк 26 числа. Будьте внимательны, есть ограничения по участию. Начался второй сезон битвы за Казахстан. Финалы первых отборочных пройдут уже в эти выходные в городе Атырау. Но впереди еще четыре турнира. Следите за анонсами. На выходных завершился турнир Вот Одесса. Среди его участников засветилась команда Synergy, ведомая нашим старым знакомым сталкером. Впрочем, больше сказать о них нечего. Ребята вылетели на стадии 1-16 финала. Ну а лучшей стала команда Lucky Shot. Поздравляем! А у меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал и не болейте. Всем пока! Ох! Нормально, братя. Субтитры подогнал «Симон»!